Это настоящий железнодорожный колокол, на нем даже есть надпись МПС. Такие колокола стояли на концах станции и извещали о прибытии или отправлении поездов. Он очень звонкий, можете даже позвонить. Колокол звонкий. На выходе с вокзала стояли более дорогие колокола. Сплав там меди или латуни, не знаю. Железнодорожная станция Ряжск-1, пожалуй, главная достопримечательность одноименного города. Дыхание полуторавековой истории, а первое здание, появилось у перона еще в 1866 году. Неразрывно связано с выдающимися людьми. Например, известный ученый-селекционер Иван Мичурин работал здесь старшим техническим конторщиком. А воспетый в песнях генерал Скобелев свое имение, Спаска Заборова, следовал с поездом до станции. Особенно люб ему здесь был, здешний ресторан. Мы находимся в зале, где с 1876 года, с самого начала открытия станции и вокзала, это был ресторан. С 1876 года по 2003 год до закрытия вот этого ресторана, до начала работы здесь в музее. Это был ресторан, который был очень востребован. В этом ресторане могли пообедать пассажиры только первого и второго класса. Сегодня в музее более тысячи экспонатов. Есть здесь и пульт-табло, которое прослужило на станции более 50 лет. В 2010 году его сменили на новое. Он желтой полосы. Это значит, путь свободен. И путь свободен, и маршрут свободен. Стрелочки все встали по маршруту. Вот если я переведу эту стрелочку, видите, это вот горит красным. Сюда уже не идет маршрут, сюда не пробивается. И сигнал сюда не откроется. Гостей, прибывающих на железнодорожную станцию «Ряжск-1» встречает паровоз. Это монумент славы, посвященный ряжцам-железнодорожникам. Он установлен в память о тех, кто в годы войны выполнял и защищал железнодорожные сообщения. Ряжский железнодорожный узел находился в прифронтовой зоне и обслуживал перевозки воинских эшелонов к трем фронтам – Воронежскому, Степному и Сталинградскому. Эта станция в Великую Отечественную войну была ключевой развязкой. При этом вокзал, что удивительно, не бомбили. Сегодня он уже больше музей, чем станция. Свою славу стратегически важного узла «Ряжск-1» уже потерял, но готов получить другую – заповедника исторических железнодорожных артефактов. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».